и снова я на этом озере ребятки вода еще больше отошла высохла похожу по бережку очень надеюсь на хорошие находочки начинать придется снова от самой воды я вижу что уровень очень упал от жары в прошлый раз там внизу как раз колечки и были надеюсь сегодня повезет тоже с колечками или еще с чем-нибудь интересным с какой-нибудь ювелир очкой ладненько хватит прохлаждаться пора бы и за дело браться иду искать ну вот какая здоровая монета попалась это изабель вторая королева изабель вторая ну по мою потом дома покажу вам что это за монета хоть одна большая попалась конечно не такая как пятаки дома ну тоже хорошая какая-то очередная монетка перед этим попала половинка монетки какая-то мелкая монетка я особо не разглядывала даже не чистила положила в сумку вернее в кошелек и сейчас вот это тоже особо не буду чистить дома разберусь у ребят пока почему-то тишина поклевок нет у меня хоть что-то с этой стороны пляжа достаточно мусора достаточно много на керамики много разной ладно посмотрим что еще есть тут вот такая симпатичная штука старинная попалась то ли серебро то ли не серебро не знаю дома будут разбираться попался моровидей какого-то из филиппов сейчас не вижу монета грязная даже не знаю битая на или нет вся в глине дома помою посмотрю покажу вам но это точно моровидей однозначно не знаю как будет слышно тут ветер поднялся смотрите какие ямки они засыпаны это просто я там копалась вот-вот и вот там видите сколько еще есть короче накопалась разных больших и маленьких монеты тоже есть ильзы есть пули есть ну вот сегодня золотишко серебришко чего-то нету какое-то место попалась больше старинная чем пляжная но неважно ребята там ловят вдалеке рыбу а ящик старинная застежка какая-то попалась зацените даже не знаю какого времени судя по тому какие монеты попадаются ну довольно тоже старенькая вот это ребята фибула тут вообще-то километров за пять есть деревня у которой название совсем совсем старинная еще римская наверно не знаю даже какому времени она относится штучка красивая с узорами ну то что старая это точно видите тут крепилась сама защелка здесь она закрывалась красивая вещь вот такая то ли застежка то ли фибула дома разберусь ну что ж а сейчас приступим к обзору находочек сначала я очень быстренько вам покажу как они выглядели сразу по приезду с поиска и а 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 итак ребятки что у нас здесь имеется ну начнем самые паршивые как алики они так и остались как аликами да извините если будет темновато просто у нас сегодня немножко пасмурно тепло на пасмурно ладненько как алики оставим в покое что у нас тут еще есть вот такая религиозная медалька она не очень старая может девятнадцатый век может начало двадцатого здесь сан фирмин а здесь сан фирмин и сан-франциско медалька не очень ценная но поскольку я собираю такие вещи именно с таким сюжетом у меня еще нет значит пока пойдет в коллекцию найду что-нибудь получше в сохранчике поменяем дальше что еще у нас есть наперсточек тоже собираю наперстки но это кусок наперстка видите тоже не такой уж он и древний поэтому возможно пойдет в медный шмуртячок дальше что у нас еще тут есть а по наперсткам еще вот этот однозначно пойдет в коллекцию даже в таком сохране пойдет в коллекцию это такой вид наперстка видите он без верха это рубеж 14 15 веков наперсток древний так что пойдет в коллекцию найду какой-нибудь такой же сохранчики получше тогда поменяю дальше что у нас есть еще пуговичка вот такая похожая на русские гирьки я уже и более-менее почистила тоже не очень древняя возможно 18 19 век это у нас от язычка от колокольчика это наверное какой-то мебели от ящичка или от сундучка какого-то дальше вот эта штучка конечно по древнее накладочка бронзовая тоже не очень ценная дальше вот это вот была какая-то заклепка из оловянистой бронзы с узорчиком тоже уже никакая но эту накладочку я угробила я и сломала хотела почистить она сломалась это средневековая накладочка на что-то кожаное то ли на ремень они любили тут ремни украшать таким то ли на одежду но вот это от конской упряжи тоже бронза средневековье дальше теперь по монеткам что тут у нас из самых таких начнем наверное из тех что подревнее вот это вот филипп второй мара види можно разглядеть что с одной стороны замок с другой стороны должен быть лев но это если знаешь какая она должна быть монетка конечно сохранчики не очень это общий испанский чекан года 1556 1598 чеканили такие монеты при при филиппе втором это мара види такая монетка дальше теперь вот эти это тоже мара види или четыре карнада филипп третий 1598 1621 год такая одна и вот такая это сохранчик вообще убитый разве что где-нибудь куда-нибудь использовать в каком-то панно это немножко получше но тоже в коллекции не годится на том месте смотрю вообще сохранчик не очень дальше теперь филипп четвертый год филипп четвертый это тоже мара видеть но тогда при филиппе четвертым в 1621 1665 годах это было два карнада не 4 как при филиппе 3 а 2 вот один вот второй это наварский чекан и вот это это все наварский чекан это вообще никудашние здесь ничего не видно почти на это еще кое-что видно видите герб наварры а здесь вензель здесь тоже вензель и герб наварры такие монеточки дальше идем теперь у нас карлос 3 вот он карлос 3 ну у нас по-русски говорят карл и уже так привыкла говорить по-испански так что уж извините привыкла называть королей и название монет по-испански это 1759 1788 год частенько они бывают с годом здесь даты не видно даже если она была разглядеть ее невозможно я говорю в том месте сохранщик мне не очень понравился монет было много но и убитых совсем много которых вообще ничего не разглядеть на них и такие которые распознать ее конечно определить можно но увы так это я пропустила это бакета так бакета с буквой l коронованной это у нас луи 13 французский наварский 1610 1643 года такая монета тоже убитая мой фокус так едем дальше что у нас тут еще а теперь у нас фернандо фернандо 7 фердинанд 7 скажем один мороведей тоже наварский чекан монета ценная если в сохранчике у меня есть одна в сохранчике все сам покажу но только немножко другой герб видите вот здесь герб он как с крестом герб на кресте видите а та которая мне сохранчики она немножко с другим гербом сейчас вам покажу секундочку секундочку монетка видите король фердинанд седьмой тут один тут м но здесь герб навары коронованный такая монеточка здесь видите герб отличается вот герб навары на на кресте этот король правил в 1808 1833 годах здесь у нас 1820 какой-то то ли двадцать четвертый то ли 25 не знаю плохо видно дальше едем изабель изабель 2 вот эта монета ребята был бы такой рарик который стоит 600 евро объясню почему потому что обычно монетки 5 сентимов центов не знаю буду говорить так как здесь говорят они обычно 28 миллиметровыми диаметре это имеет 32 но монетка угробленная поэтому она не годится для продажи пока полежит в коллекции потому что такой у нас нет я вообще первый раз такую нашла за все годы вещица приятная тяжелая но увы убитая в хлам дальше вот такие две монетки одинаковые тысяча восемьсот шестьдесят восьмой год один сентим до искуда вот такая монетка с таким гербом тоже сохранчик на троечку одна вот и вторая дальше вот такая мелкая монетка тоже той же королевой тоже 1868 год это у нас пол сентима пол сентима вот такая монетка маленькая тоненькая ой ускакала и вот это это у нас одна десятая реала такая монеточка тоже вообще никакая ребята к сожалению едем дальше вот эта монетка тоже разрубили ее напополам потому что так было принято когда-то если нужно разрубливать но это опять же тоже монета которая стоила бы денег если бы была целая монета такая в хорошем сохране почти 300 евро стоит но в среднем сохране до 100 75 стол это у нас временное правительство 1870 год это 10 сантима почему она бы стоила так дорого потому что на ней не 10 сантима написано а написано 100 частей от килограмма то есть каждая из них 10 грамм весит вот такая монетка жаль что только кусочек дальше вот такая временное правительство тоже 1870 год тоже никудешний сохранчик упс где она ускакала это у нас 5 сантима дальше две монетки вот таких по 2 сантима но это более-менее сохранщик левушка здесь со щитом еще одна но это такие только для каких-то панно поделок ребята коллекцию они не годятся в таком виде обидно досадно но что поделаешь и вот такая монетка тоже тот же 1870 год это один сантим дальше самое главное ребята сейчас я вам покажу когда забыла рассказать еще про это вот вот это серебряная штучка горела видно что она горевшая это судя всем по всему распятие на таком чем-то ажурненьком был объемная видите с той стороны она загнутая была красивая объемная штучка но увы горевшая дальше что еще тут есть колечки это стальное такое современка это серебряная тоже современка вот такое вот такое сережечка так ребята ну а теперь перейдем к самому древнему мало древностей конечно надо туда еще было бы съездить ну второй раз мы были вчера находки в большинстве своем современной хотя были и древние монетки очень приятные я вам все это потом покажу ну и естественно рыжики тоже были но это уже в следующем видео а сейчас пока ну вот это верхняя часть от фибулы ничем я не чистила просто насухо щеточкой зубной потерла и все это бронза нижняя часть от этой фибулы обычно делалась из железа как выглядела такая фибула целиком я вам фотографию приложу это ребята третий первый век до нашей эры это иберская вещь римляне сюда пришли опс третьем веке до нашей эры но это не римская вещица это местное население которое здесь жило иберы вот такая штучка красивая вещь очень приятная не знаю думаю оставлю у себя в коллекции они редко попадают римские намного чаще мы находим а вот это очень приятная вещь дальше и вот такая штучка я даже не снимала там когда нашла я думала в принципе что это какая-то снасть треболовная но когда на днях пошла в музей поинтересовалась и мне сказали что это амулет вот здесь вот внизу это стилизованное изображение кукиша это все ребята красивая вещица однозначно пойдет в коллекцию маленькая невзрачная но оказывается довольно таки древняя и интересная вот такой выход получился у нас один и второй на одно и то же место мы на этом не успокоились мы поехали вот вчера были еще раз и мы на этом не успокоились уже рыбу не ловили ребята тоже ходили с детектором и находочки я вам покажу ну это будет уже в следующем видео ну а рыба в этом озере водится вот такая видите здоровенная какая спасибо всем вам что заходите на мой канал пишите отзывы комментарии всем удачи поисковикам зачетных находок под катушку удачи удачи